Ну что ж, дорогие друзья, мы продолжаем утренняя программа «Вместо завтрака» стартовала, второй сезон у нас начался, а это значит, что мы для вас приготовили отличные подарки. Голос Дианы Токмаковой снова раздается из динамиков русского радио в Новокузнецке. Несмотря на ранний час, она бодра и весела. Начинать день с позитива – основная задача ведущих утреннего шоу «Вместо завтрака». В это же время ее коллеги приветствуют горожан по ту сторону эфира. Слушатели стали героями реалити-квеста и, забыв про свои дела, бросились на поиски Семена Постового. Ну и загадали загадку, что он там поет, сейчас не поет на секвере Ермакова. Ну, легко было отгадать, что это фонтан. Мы поехали, мы, конечно, опаздывали на работу, мы межевались, но решили мы поехать. Семен Постовой встречал слушателей в знаковых местах Новокузнецка. Кто угадывал очередную локацию по подсказкам в эфире и успевал застать ведущего, автоматически получал подарок. По сути, в задании нет ничего сложного. Главное – внимательно слушать русское радио и быть на чеку. Мы, отдохнувшие, с отпуском, с новыми силами, начинаем утреннюю программу на волнах русского радио. Это здорово, когда слушатели русского радио настраивают свой радиоприемник на 105,5 и ищут нас по городу. Тем более, за это они получают отличные подарки. Утреннее шоу на русском радио выходит ежедневно по будням с 8 до 10 утра. В новом сезоне слушателей ждет еще больше розыгрышей и подарков. Увлекательный квест положил начало новому общению слушателей с ведущими в прямом эфире на 105,5 FM и не только. Оксана Зинкова, Елизавета Черняк, Александр Архипенко. Новости моего города.